Мы находимся на улице Герцена. Улица Герцена центральная, одна из центральных улиц города Вологды. Она мне дорога, потому что с ней связана фактически вся моя жизнь. Я здесь, если не родился, то вырос буквально с одного года. Учился, живу сейчас, работаю сейчас. Так что вся моя жизнь связана с улицей Герцена. Это первое. Ну и второе, конечно, улица Герцена одна из самых красивых и примечательных у нас в городе. Это второй фактор. Она и деловая, она и торговая. На ней можно и прогуляться, и с ребенка выйти, посмотреть какие-то достопримечательности. То есть я считаю, что это одна из самых богатых улиц нашего города. И она мне дорога лично. Воспоминания, да, детские в основном связаны, конечно, с этой улицей. Но я, например, помню, очень у меня хорошо отложилась память, как строили первые девятиэтажки. У нас на улице Герцена так называемые три богатыря. Дело в том, что это строительство было видно из окон квартиры моих родителей. И я все это наблюдал. Был совсем маленьким, но очень хорошо помню. Еще деревянные дома, которые стояли на месте вот этих вот девятиэтажек. Как их снесли, как началось строительство, как мы бегали на эту стройку, как эти дома запустили. Это была достопримечательность буквально нашего города. Как мы ходили в девятиэтажке кататься на лифтах. Это было удивительно. Это было развлечение. Вот это у меня осталось в памяти. Осталось, конечно, у меня в памяти и пуск, наверное, первого троллейбуса, который шел от ПЗ до львного комбината. Благоустройство улицы. Помню, деревянные дома, которые сейчас частично отреставрированы, частично восстанавливаются. Но многих уже нет. Так что я прожил со своей улицей вот всю свою жизнь. Дом этот тоже, конечно, примечателен. Во-первых, как один из самых интересных памятников архитектуры деревянного зодчества нашего города. Но я помню этот дом и в детстве. Вот этот дворик, где мы сейчас находимся, то же самое тут было и 30, и 35 лет назад, когда мы сюда приходили с ребятами, с друзьями. Тут стояли такие же скамеечки. Мы с ними тут сидели, курили. Может быть, не только курили. У нас была гитара. В этом здании тут размещалось женское общежитие. В то время учителей, молодых учительниц. Мы с ними общались. Так что с этим домом у меня также связаны очень интересные и приятные воспоминания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok